Замечательно, когда под печку проектирует дом. По модальной части всегда делаем, получается, пиленый, поскольку целый лопается. Зуб, ну, вечные споры, нужен или не нужен, я скажу, нужен нам для готовки. Ну, мы в бурете находимся, мясо у нас любят. Здесь Александр просто предложил, показал проект, такой интересный, значит, более ломанные линии. Удалок полностью по периметру, это первое. В конкретном случае, получается, он полностью проходит сзади и вместе с ним в одну завязку. Всем привет! Сегодня мы в солнечной Бурятии, приехали в город Ол-Нудэ. В гости к ребятам, к Александру Бардаханову и к Даржи Цеденову. Сейчас хотелось бы проговорить про организацию рабочего места, труда, то есть, как можно взаимодействовать, проектируя печи и их выполняя. Сейчас мы находимся, это, как я понимаю, баня или комплекс? Баня, гостевая комната здесь, досуговая, так скажем. Здесь баня парная. У этой печи есть небольшая история. Мы приехали сюда, не видите, уже у нас есть проходки. Здесь стояла неработающая конструкция из хорошего, дорогого материала. У нас есть отдельно специальная бригада. Переделывают? Да, бригад демонтажников, то бишь, демонтажников у нас одни ребята стоят. На цементе было собрано, получается, очистили, напилили, из-за этого небольшие сложности. Затем согласован проект с заказчиком, сейчас передовки вам покажу. На производстве все кирпичи напилены, как узорные, арки пилим. Ну и в данном случае, получается, мы спиливали, утончали всю отбитую часть. То есть нюанс возник, что лицевую часть пришлось шлифовать, да? Да, если мы сравним, вот, например, кирпич новый, новый все равно пришлось докупать, но чтобы сохранить деньги клиенту, большая часть кирпича все-таки старая. Вот мы видим размеры разницы. Ну и здесь гладенько, здесь щеково. И теперь там, где гладенько выходит, приходится также снимать глазурь, чтобы потом градиент света один был. Хотелось бы что сказать, то есть, да, вот сейчас мы видим, это начало работы, но уже все части кирпича заложены, да, то есть видно, ну, такие выступы. То есть, соответственно, это без проектной части, чтобы уже полную картинку сделать, не сделать. Вот как раз, Саша, сейчас нам расскажешь про проекты, да, посмотрим. Именно, что есть уже готовые проекты по рядовке, и когда она есть, проще, так скажем, первый ряд заложить, да, по размерам, чтобы уже у тебя там и вся конечная часть сошлась, чтобы без переделок это все быстрее выходило. Конкретный проект, ну, в таком стиле, в таком дизайне уже в России исполнялся, в нашу очередь пришла. Немного видоизменимся, поскольку здесь как раз-таки высота бани, высота потолков очень низкая, верхушку пришлось снять. Уже под место, получается, подгоняем. Вот здесь под конкретные размеры, под эту баню и под прошлую печку. Все разрезы, значит, у этой части мангала, то бишь, зуб, домосборник, это также здесь не пилится, это на большом станке на производстве. Сейчас стараемся выдержать один размер, то бишь, у нас зуб всегда 22,5 градуса, домосборник всегда 30 градусов. И стараемся. То же стандарт получается, да, уже случается. Но это рабочий, проверенный? Это рабочий, проверенный, то бишь, если по мангальной части всегда делаем, получается, пиленный, поскольку целый лопается. У нас опыт работы с турбазами большой, где эксплуатируются, кажется, мангалы побольше, чем в общественных банях. Не целый кирпич используется? Целый кирпич, но лопнет, это гарантированно. А какой раз, в половинке? Да, исключительно половинки. Сколько времени уходит, чтобы создать такой проект, вот как здесь? Если с нуля, допустим, этот первый проект я делал, когда с нуля на заказ для печников меня ушло, времени порядка десяти, наверное, на то и более дней. Но надо понимать, что я не весь день сижу этот проект, но днем эта кладка своей работает, там, 3-4 часа в день проект, если уделяет, то это порядка десяти дней уходит. Но здесь уже это просто готовый проект, и мы с ребятами, поскольку все профессионалы уже по месту, внутрянку, краем. Ну, так где-то добавляем, где-то убавляем. Сейчас мы на каком уровне здесь находимся? Раз, два, три, четыре. Шестой. Шестой ряд. Шестой ряд, да, и как раз сейчас вот мы маленечко, если бы приехали, через дня два начали бы формировать круглую казанную топку. Есть проект, есть комплекс, есть руки, да, которые, ну, грубо, печник, который уже умеет ровненько ложить шов. Сможет он повторить, естественно. У меня история же с проектами интересными, это женщины строили. Женщины строили по проекту? Да, у меня тут лишь одно время две женщины, печенька, вот, блин, одна вся знаменитая, ВКонтакте особенно. Это уральская? Нет, как Натали. Бессонова? Бессонова? Да, со мной начинали, что первый проект на месте делали. Ага. Вот сейчас рисуешь, так же продолжаешь? Нет, сейчас постоянными клиентами ты решишь, и все. Заказы не беру, поэтому я не афиширую, кому чертил, что чертил, даже наоборот, ребят прошу, чтобы не указывали, что тебя чертил. А мне зачем ты звездности и новый звездности? Да, не звездности, это же клиенты. Ну ладно, тут уже. Ну я не успеваю физически, мне это не надо, то бишь, у нас сейчас своих проектов много интересных. Ага. Ну я к тому, что мысль довел, что, допустим, ты свою художественную идею вложил, человек по проекту свободно может ее обесплатить. То бишь, любой мужик с руками, по большому счету. Но на это потребуется времени, мне опять-таки придется делать уже подробно оформлять. Давайте я вам покажу, как подробно проект оформляется. Там прямо все до мелочей, где какой зазор остается, где какой шовчик. Ну это довольно-таки литературно. То есть это еще глубже было. Это уже глубокая поработка проекта. Это во-первых. Во-вторых, потом начинаются звонки, и это помогает удаленно. Если с ребятами, с профессионалами они не беспокоят, то бишь, в таком формате отдал, и там уже все все знают. Ну я оформляю все, что, что. Весь проект 30 страниц, формат А3. Тут здесь и описание, что, куда, разрезы, это начало. Количество элементов резных. Их размеры. И пошли передам, то бишь, обязательно в плоскость, обязательно в 3D. Ну по такому проекту, на самом деле, любой его кастомжить может построить. А в любом случае, думаю, навыки нужны будут печника? Да. Своих хватает. Да, конечно, навыки все равно нужны. Ну, где какой раствор, где швы, где кирпич, понимание процесса. Ну вот с такой проработкой здесь и не уходит? Нет, такого побольше. Здесь на оформление уходит еще дня 3-4. Это полно. Это такая работа. Рутинная уже. Рутинная, когда начинаешь это все перекидывать с формата в формат, оформлять, заталкивать, запихивать, подписывать. Потом что-то не туда пошло, опять переделывать. Если перфессионизм включится, так это и вовсе может затянуться. Вот здесь еще что вижу удобно. Допустим, в одном файле были все, как понял, резины элементы. Да, да, это поделожено. То есть ты также их обработчик уже отдал. Или даже мастер уже не выходя на объект, если он сам точит, он может у себя дома по размерам наточить. Приехал и на это время уже на объекте не тратит. И не пылит, и не шумит лишний раз. То есть уже делается. И голову не ломает. Самое главное, что не везде пилить можно. Не всегда пили. Да, 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 потому что не каждый готов в эту пыль, так скажем, пыль дышать. Здесь, например, тоже в Тонхаусе особо сильно не пошумит. Станок Двольфовский, он не сильно громко работает. Потише, да. А если большой, например, тут свистит, орет так, что здесь бы никому спать не дали. Эти, которые разные, вот эти сложные элементы, там уже отдельно надо. А если здесь еще бы резные делали, так это и вовсе здесь столб. Или стоял бы, и он в квартиры донесал бы. Ну, просто еще и время. То есть ты, когда, допустим, ведешь вкладку, если ты там один-два делаешь, да, тебе надо время напилить, ты напилил, а здесь, если ты один размер выставил, ты сразу на весь комплекс его прогоняешь, правильно? Да. Нужное количество. И потом только уже берешь, то есть это тоже экономия времени. Здесь еще после того, как ребята достроят, дальше работы много будет. То бишь, это опять-таки наша задача, Павел, мы сегодня познакомились с поставлением. Надо будет гранит заказать, бурять его нормально нет. То бишь, это установка гранита, это все на наших плечах. Ну, то есть отделка, все, поделаешь работу, идет в вытяжке, все это поставить. Потом покрытие финальное, банная печь будет устанавливаться. Здесь пока видите, она не кладется. Ну, то есть, под нее я готовлю, да, ставить, или просто фартук под нее все оставить. Ну, устанавливаешь сами будет, сами будем обязательно, да. Но ее не было там, то есть... Она была здесь, печник, каким образом сделал. Вот, Максим в печном деле давно знает. Видите, отверстие, дымоход, шестерик. Ну... Шестерик без противопожарных разделов, без всего. Здесь был также казан-мангал и банная печка, которая там... Ну, имитация бана-печи, в ней в хорошем кирпиче была замурована большая труба. Это на улице лежит, и она тоже сюда топилась. Ну, она-то сюда топилась, да, да, а мангал топился сюда. После себя мы обязательно принимаем клиниговую компанию. Заказывайте. Заказываем, но приедут, уберутся. Да, но это тоже подход. То есть, это тоже важно, кстати. Да, с клиентом сейчас работа интересная происходит. То есть, сервис выдаёте правильно? У нас, получается, партнер постоянно в печномир. Но наши клиенты, как я говорю, в печномир практически не ездят. То бишь, мы встречаемся либо у них в офисах, либо в нашем офисе. Деньги поступают нам на счёт. Мы рассчитываемся уже. Всё завозим полностью. Всё сами. Здесь, получается, канал. Вот, казана. Он обязательно вот эту пушамотную. Можно из красного. Здесь из-за перевязки. Отдельная задвижка будет, да, закрываешься? Отдельная задвижка поворотная. Но почему? Поворотные задвижки не люблю я ни на печах, ни на комплексах. Но здесь были они закуплены. До староса? До старопочника. На топительных печах подсасывает. На мангалах не люблю. Почему? Потому что вся эта задвижка держится на одном китайском лутике. И на металлическом штоке. В момент, когда она открыта, у нас шток на огне. Топич, их просто перейдёт. Был опыт, что? Да, конечно, мы доставали их. Это ужас просто. Но здесь, тем не менее, мы высоко задвижку задрали. Здесь проблем не будет. На ребят у нас печеньки по России часто любят их прямо на зубу ставить вниз. Ну, то есть, как совет, можно задача отдалить. Но, опять же, чтобы рукой можно было дотянуться, если будет по толку. То есть, клиент, наверное, тоже недоволен. А здесь уже мне всё равно. Мы хоть были случаи, что мы там столько стабулетки достанем и встаем. В отопительных печах задвижка должна быть максимально близко к потолку, иначе будет консенсат. Замечательно, когда под печку проектирует дом. Вот, например, следующие объекты от конкретного клиента. У нас всего у него 6 полупечей, 7 печей. Вот, это, да, надо построить. Там уже мы совместно работаем с строителями. А, то есть на уровне фундамента? На уровне фундамента, да, курирует бригаду. Это ещё удобнее же. Это вообще здорово. Там интересная история, вот хочу поделиться, я со всем рассказываю. Получается, всё в одном проекте. Фундамент чертит один. Отдаёт строителю, строитель на него строит дом. В программе пока ещё стропильную систему всё передаёт мне. И я уже в него вставляю печку. Ну, а стропильную систему он закладывает? Ну, уже согласовываю. Да, расширение. И уже на стадии проектирования всё согласовано. Ну, там буквально сейчас будем заходить в дом, там сантиметр погрешности. Ну, для такой стройки я отверну, да. Это здорово. Ну, вот у нас тоже с печниками была тема, он часто затронул как раз от фундамента, да, грубо от проекта. Что предложение есть, ну, так скажем, строительным компаниям это продвигать, чтобы они закладывали, когда делают. Но у нас много тех, кто делает частники и экономят, так скажем, печку же, это же, так скажем, не дешёвое удовольствие построить. Проще поставить там коробку, дом, там какой-нибудь котёл воткнуть недорогой, развязку сделать, вроде как тепло создашь. А когда, если вот такие печи будут закладывать, вот как сейчас, да, говоришь, ты, может, камины или камины печи такие интересные, чтобы уже не просто тепло ты создал ещё и дизайн, какую-то там готовку. То есть это тоже снимет боль для печников, потому что работы будет, наверное, много, если будет так все прорабатывать. Ну, и клиенту будет приятно, он сможет, может какую-то свою фишку внести. То есть клиент же участвует? Да, обязательно тоже. По пути, конечно, то бишь сначала там техническую часть отрабатываем, потом уже начинается дизайнерский решение, то бишь, какой кирпич мы выбираем, какое есть в наличии, какой, если нужно уже заказать материалы на отделку. Все это прорабатывается, то бишь, и цену рассмотрел. То бишь, это проектная работа, согласование. Ну, то есть не все так быстро, но потом, когда ты уже этот оборот прошел, маховик закрутился, через 8 месяцев ты захочешь и делаешь. Клиент, чтобы сейчас с вами даже обедали, звонит, типа, а вы заняты, ну, стандартно опросы, ну, на октябре месяце записи, все скинулось. Фильтрация прошла. Значит, не готов. Значит, не готов ждать. А вообще, это надо ждать, печи-то самое главное в доме. Ну, а если не дожидаюсь, потом переделки было, сколько по работе было? Ну, знаю, хуже сказать, ну, номер наш сохранитель. Да, такие случаи были. Такие случаи были. Сейчас к Ивану на объект заедем, это, он у нас мастер по этим работам. Это, он, все ребята, мы работали в Гремячинске, в Горячинске. И заняты были, так прям влотненько заняты. Тогда новая звезда на горизонте печистроения в Бурятии появилась. Мы выезжали оттуда, у нас было три объекта. Я понимал, что один объект, как минимум, уйдет. Ну, печный комплекс прыгнет. Думаю, останется два. Все три построили. И через год ровно мне звонит. Хорошо, андроиды они сохраняют, что звонили. Когда клиент, я его не записывал, просто потом в истории посмотрел. Как раз-таки один из тех, кто не дождался. Мы за ним ее переделали. Потом спустя год за другую печку через два года переделывали. Ну, цифру можешь назвать, сколько он потратил, так скажем? По конкретному клиенту потери две печи, минус полтора миллиона. У каждого свой путь. Если суждено вам нарваться на такого, никто не застрахован. Значит, суждено пройти все круги ада и потом найти печника. Мы сейчас рекламу не делаем. Все медиа, все остановили. Работа, в принципе, кому печки нужны, они наш коллектив знают, обращаются. Но в регионе точно так же. За собой не приходилось переделывать? Почему не приходилось? Мы же не все беленькие. Конечно, приходилось. Все через труд, конечно. Все через собственный опыт. Здесь хорошо в моем случае, потому что опыт не только собственных руками, а еще и с помощью проектирования знаний в САСАУ с разных регионов. Разные подходы. С вашими ребятами общалась? И всегда всем говорю, иркутские печники очень сильные ребята. Много классных приемов, интересных. Но на иркутске на одном или на одном уан-удэ не заканчивается. То бишь иногда полезные, интересные вещи узнаешь из глубинки от печника, которого никто не знает. Мы с Доржо вместе работали 8 лет, я очень многому научился таким подходом, который потом в будущем никто так не делает, как он делал. Это очень интересные подходы. Когда мы общаемся, мы же друг у друга нового хорошего учимся. Я не знаю такого человека, который все обожди знает. Нельзя быть теперь. Сколько ты даже занимаешься печеньем? Ну, 20 лет примерно. 20 лет. Начинал? Ну, начинал в простых печек, подручным ходил. То есть, был подсовником какое-то время, потом начал сам делать? Начинал сам делать. Ну, первую печку учитель не оставил на объекте. Это простая трехходовка была, одна стенка. Ну, первая печка, конечно, ломнительно была. Успокоился. Ну, сделал его, затопил, радуюсь, в общем. Случитель приходит, на трубу смотрит, там у меня где с противопожаркой, там прямой вывих. Говорит, там тепляк был небольшой и труба кипичная, там невысокая, в принципе. Теплоки. Я поленился вот этого противопожарку-то сделать. Он говорит, я говорю, ну все, работает, говорю. Радостно. Говорит, разбирай, говорит, трубу. Говорит, почему же работает, говорю. Он такой, в случае бы не работал, говорит. Почему вы? Ты вот, печка, если не работает, ты его можешь сделать так, чтобы он заработал. А в случае ты уже не переделаешь, говорит. Вот так что давай, говорит, разбирай эту противопожарку. Ну, именно по противопожарке, чтобы сделал все по-правому. Тогда вообще не взлюбил эту противопожарку, но уже знаешь, вот это делать. И надо делать, делаешь. Ну, в этом случае тоже такой же противопожарки. Если бы он исключить, чего не исправишь его, то что же переплатить, сделать, хорошо, думаю. Относительно противопожарной защиты сейчас тоже, по примеру, этих Ками-центр сейчас начали сами делать эти тифы. Пока не зарегистрировали. Вот здесь Бурятия Брощева, Республика, Федеративное государство, думаю, получится регистрировать. Что мне можно будет сделать? То есть она будет открыта, это мангал, этот вертел, он не человек. Вертел, стоять не будем. Только гриль. Ну, в смысле гриль, все продукты, которые готовятся на гриле. Ну, вот единственное, еще вот все, разделка, да, по идее, мангал, это же разжечь угли и на них, по идее, да. Ну, а мы же любим на каминный огонь посмотреть, начинаем сжечь, это вот в такие моменты возгорания-то могут быть, да, получается? В такие моменты, да. А так-то, по идее, жар небольшой от угля. От угля нет, но мы строим большие конструкции, все печеньки любят, но кирпичные конструкции, шамотные, вот такие прямо, зуб. Ну, вечные споры, нужен или не нужен, я скажу, нужен нам для готовки. Ну, мы в Бурятии находимся, мясо у нас любят, и мясо любят там кусочки. Если мы на металлическом мангале жарим вот ту же свинину, это маленькими кусочками, а не сухие, получается. Здесь же, пока все сидят, пока она резко происходит, пока начали выпивать, он топится и топится, там две топки, как камин. Все обалдает, а потом, когда уже прогорело все, и реально можно готовить без углей, потому что это огромные стейки, это хоть что угодно. То есть, шамот именно эти, да, уже шамот и поддает. Ну, а наклонный зуб, то есть, это именно тоже, чтобы лучи направить? Да, чтобы лучи направить именно на мясо зубского. И в таком мангале получится, ну, переворачивать надо, как по книжкам, один раз, потому что мы шампур положили, а потом перевернули. Поэтому я там уже взял? Да, я не вижу необходимости вверхивах. Мы вижу, что калибруете, да, тоже специально, чтобы это в размер попадать или... Почему щель появилась в проект изначально? Очень трудно было расставить первый ряд, я его сам вставил и с перерывами там почти неделю. Вот, то бишь, мы видим, что эти все перевязки будут градус. Если бы это был стандартный кирпич, проблем бы не было. Нам же еще важно потом в конце вернуться на целый размер, чтобы кирпич не подпиливать там, или чтобы чекушка не приехала. Я ужасно терпеть не могу просто чекушки на печках. Вот бортики-то распускают, красивые бортики, и вот эти там две четушки, две писюлички по бокам поставят, но смотрится ужасно. Ты же можешь там на тройке, ну, разделить на... Ну, да, да, но никто этого не делает, если без ребят. И вот она, эта щель появилась, если бы были эти два целых кирпича, ее бы не было. Но, по большому счету, она ничего не значит. Ну, здесь спрячется, да, здесь спрячется, то бишь, у нас за колонной, за этой резной. Ну, что, я думаю, что увидим, или фотографии, или уже... Ну, дай бог, что будем в Воланде, приедем также в гости, может, уже готовы приезжайте чаще. Снимайте, у нас много в Бурятии интересно. Ну, печей создается. Ну, а так, что, даже мы с тобой, наверное, будем прощаться? Мало тебя порасспрашивали, конечно. Да, я так-то и немного словно. Но, когда готовы, будет приезжать, посмотрите. Давай, то есть, удобно вам взаимодействовать? Вы с Сашей постоянно работаете, то есть, или первый ваш объект? Нет, мы с Александром давно работаем. Давно? Ну, то есть, именно с такой же тенденцией Саши рисует. Мы познакомились с Доржо, когда печной мир открылся. А, там мы познакомились. Да, мы там познакомились не только с Доржо, со всеми печниками. Раньше все поодиночке работали. Там друг друга как бы слышали. Мы много работ интересных с Доржо совместно сделали. То есть, у нас их любопекарную пищу, мы в Титане делали совместно. То есть, такой интересный проект и так строили по объектам. Потом опять по своим коллективам разбежались. Мы общаемся, созваниваемся, всегда встречаемся, вручаем. Доржо у нас всегда вручает. Ну, всегда друг другу стараемся помочь. Ну, правильно, правильно. То есть, поддержка. Например, у Сани много мангалов. К Сане подойду, спрошу, а вот там, как сделать, как лучше будет у Сани? Ну, по печам Сани, с отоплением, как просить. Я с удовольствием тоже так же делюсь. Потому что общение, через общение мы развиваемся, думаю. Правильно. Ну, и здесь я часто вижу, когда я на конференциях. Ну, это же не нужно вообще. И думаю, вот если организованно будем работать, это вот еще к лучшему будет. Ладно, давай, пожелаем тебе удачи. Развези. Приезжай в гости, рада будет видеть. Ладно, все. Поедем еще на объекты. Сейчас с Сашей посмотрим. Сегодня получилось так, что мы приехали уже на второй объект Александра. Сейчас находимся, не знаю, в каком районе, но суть в том же, в Березовках. Верхняя Березовка. Когда Саша рисует, специалист здесь уже Иван. Иван выполняет. То есть, здесь вот как раз тоже взаимодействие. Комплекс делался два месяца, да, Иван? Расскажи немного сам, то есть, о комплексе. Сложности были выполнить такой комплекс? Вообще дело, что-то подобное. Ну, делал, наверное, попроще. Здесь Александр просто предложил, показал проект, такой интересный, значит, более ломаные линии. И в этот сказал, сможешь. И я говорю, смотри, смотри, ну, ну, и в этот, просто интересно. Здесь как раз-таки глубины проработки проектов, все проще. Вот, например, когда мы с мастером более квалифицированно выработаем, как Иван. Здесь ему хорош или в плохом смысле досталось уже. То есть, проект, это просто внешняя часть. Немного поряда, внутрянка вообще не проработана абсолютно. И подготовки в плане обработки кирпича ничего нами не делалось. То есть, Иван полностью взял. Иван полностью взял, да. Ну, единственное, по снабжению у нас... Да, и снабжение, и то Иван, иван, и свой грузовик, и то он сам подвозил. Все делал. Все соберу. Идеальная взаимодействие, скажем. Вот здесь еще будет плита, да, стоять. То есть, видно, что эти все зазоры соблюдены. Отделка будет. Да, здесь отделка. На всех комплексах стараемся делать отделку гранит 3-х сантиметровый. Здесь тоже завод на вертикальной части. Здесь казан при эксплуатации сильно брызгает, забрызгивается. Кирпичом смысла нет оставлять. То бишь, что-то разные печеньки по-разному делают. Кто-то просто приставные панели из нержавяки делают. То есть, чтобы тоже не забрызгивать. Да, чтобы не забрызгивать, и все. Вот здесь это именно технический подход, да, готовишь, брызг из кирпича их сложно убрать, так как полис практически невозможно. Невозможно, то есть, вы уже предусматриваете это все, закладываете в прайк. Да, обязательно. Но это, опять-таки, на смету накладывается прилично, гранит дорого стоит. Но кто может себе позволить, тот позволяет альтернативу. Это плитка кировогранит. Ну, так же можно сюда приклеить все. Ну, гранит это красивее, долговечнее, интереснее. Вот здесь еще хотел как раз тоже, да, поговорить. То, что мы на проекте смотрели. У Александра фишка, что в полке, ну, не фишка, наверное, это не моя фишка, это многие делают, но я мало об этом слышал. То есть, я тоже расскажем, что именно пол кирпича, то есть, перевязка идет, как назвать-то, половину четверть, получается. Четверть. Дело не в перевязке, дело в том, что кирпич сразу пополам попилин, то бишь, пилим его там, где он гарантированно лопнет. Пополам весь попилин, тычковые части, тогда все пополам. То есть, это усиливает кладку? Да, кирпич не лопается, не рвется. Естественно, что вы видите, тоненький, как в печках, но не совсем тоненький, в печках потоньше бывает. Но здесь точно ничего не лопнет, ни волосиных, ни никаких трещин не будет, можно топить их, как в печи. А подовая часть, на сухую, это еще не положено или просто? Нет, на сухую так останется. Смысла нету, да, это зазор, на движение завой забьется, все. Мангальную часть врезки сейчас не делаем, изготавливаем. Отдельно? Да, вставки из нержавейки, аккуратненькие, браненькие. Так, тандыр, тандыр тут, причем, вам маленьких не наделали. То есть, это под мясо, это наша бурятская тема, то бишь, это не тот тандыр, который Андрей Макаров в выпуске показывал. Это просто не луковица, а цилиндр под мясо. Но опять-таки, цилиндр можем сделать и делали, здесь конкретно размерами ужаты. Так, а как он работает-то будет, туда будет уходить, да? Да, тандыры в комплексах строим исключительно, чтобы они у нас работали в Хайло, обязательно не через верх горели. С тандырами тоже отдельная история. Возможно сделать тандыр через вытяжку, чтобы он работал. Это все интересно и замечательно, но минус какой. Температура газов не хватает выжечь здесь. Досаживай, саживай. Через год-два клиента звонят, хлопья по всей беседке. Если тандыры, которые Амфоровские продают, ставят, если их ставят именно в комплекс, то есть всегда рекомендуем телескопическую трубу прямо на тандыр. Чтобы обуздался, чтобы нагрев прожил. Все эти куполы, да, все это, истории пройдены, обязательно все будет в саже, в пепле, в хлопьях, в лохмотьях. Ну вот это тоже хотелось бы подчеркнуть, да, я честно об этом не знал. То есть именно вот вытяжка открытая, то есть какое решение, или пустить в основную трубу, правильно, да, вот как здесь, или сделать опускной, чтобы именно прогревалась труба вот этим горением. То есть нагрева, большого в ней не будет только пары, получается, да, только от отготовки. Здесь какой-то этот нагрев. Опять-таки здесь вот прочесные стоят, это нам от них, вы прочесные говорю. Бловоротные от них достались, от старого печника. Так бы что-нибудь другое замастырили. То есть это вот, что она идет? Это на тандыр, да, с этой стороны на казан. Там казан. А здесь уже что, 2 большая, 25 на цель? Это основная, это основная подвижка. В смысле основная, на мангал. Про уголок можно подснять и рассказать. То есть, ну вот именно, вот как подвешивается вот эта штука. То есть оно порой интересно увидеть, как оно смотрится, а как это сделать? Как это сделать? Здесь он, по колхозному мы сделали, решили, потому что его видно. Можно сделать, чтобы вообще видно не было. Но здесь нет смысла, здесь нержавеечка будет подшиваться. Поэтому видно не будет. Ну, это просто ферма варится, противовесно держится. Уголок человеком 70, да, есть, по-моему? Уголок, он заходит до сюда или по кругу? Уголок полностью по периметру, это первое. В конкретном случае, получается, он полностью проходит сзади и вместе с ним в одну завязку. А, то есть та часть держит, эту часть тоже, чтобы она не прогиналась. Так, и получается, он у нас такой воздушный, да, угол? Ферма. А с какую массу можно нагрузить сюда? Ну, опыт был уже больше делать. Конечно, в заречье поедем, посмотрите. Там, когда мы снимали, вот недавно снимали, было страшно, поэтому страховались от Анкрата. Тоже клиент спрашивает. Может быть, мы сюда стойкую поставим? Не, не будем ставить. Да, стойкую от того, что охота для красоты? Не, не, беспокоился о том, что она упадет у него, вы не беспокойтесь, это уже наша задача. Не, ну так оно смотрится, конечно, интересно. Это и удобнее при эксплуатации. Можно подойти с любой стороны, получается, не упираешься, ничего. Там вам про бортики-то рассказывают, вот здесь, видите, мы оставили место, чтобы их не пинали. Да, вот тоже нюанс, как раз, вот, рабочая зона, да, получается, когда подходишь, чтобы можно было ближе подойти, делается вырез с этой стороны, да, сделан, везде, в рабочих всех зонах есть вырез такой. Ну, что это, эргономика, или как это называется? Да, эргономика, но в прошлом проекте решили, в пользу красоты отказаться от этих решений. Арки, получается, двойные, да, то есть сначала красные? Да, это обязательно кирпичный комплекс, да, обязательно, то бишь идет шамутная арка, потом только арка из красного кирпича. То бишь, эта часть у нас угловая, она термо-не нагружена, она абсолютно не нагревается. А перевязкой эти прокладки, получается, между красным и межу, да, есть? Ну, пока базартовый картон, потом аккуратненько одел. Здесь тоже сделали, почему, потому что задняя часть нагревается сильнее, чем арка. Ну, достаточно, сколько, 75 тут? 75, ну, не, в плане в глубину, стараемся делать побольше, по длинной шампуру. Вот здесь мы опять были ужаты размерами старой печи. Здесь совсем безобразие стоял, это... Да, труба, получается, размер трубы... Ой, что-то он большой, но он по факту идет для красоты. Нет, труба действительно такая, там каналы от вытяжки отдельно с гильзем, отдельно от канала, да. Ну, а когда греется, как там, конденсат, и вот это не появляется, они закрываются. Они отдельно полностью кирпичом закрыты. Протягивать не будут на сухую, ну, когда, допустим, не работает, вытяжка закрывается. Так, надеюсь, будут заглушаться, заглушаться. Вытяжки обычно устраивают вообще через стену, просто обычная кухонная вытяжка, ее через стену устраивают. Здесь решили наверх протянуть, но это, опять-таки, заказчик на этом настоял, чтобы стены не сверлить. Скажи, это, по работе вообще, ну, не знаю, опыт, сколько, 20 лет, где же занимаешься, уже печально. Не 20 лет, первая печка в 97-м году была сделана, колхозка, скажем так. А потом, 26, в процессе, где-то, ну, просили, скажем, была основная работа, что работал. В 15-м году он с основной работой ушел, ну, вырос, и, вот, скажем так, решил заняться печестроением. Но не привлекала колхозные печи. Простые. Ну, простые, там, добители. Не нравилось. Да, неинтересно, скажем. Ну, вот жизнь свела он с Александром, свела ее, этот. Сначала, в интернете очень много какой-то информации, непонятной, скажем так, голова просто закипела, непонятно. Появились очень много вопросов, как, куда, что. Один так говорит, другой так говорит. Ну, он стал интересоваться, искать в этот, ну, не знаю, что с Александром познакомился. Ну, еще с писниками познакомился. Ну, и вот, стал эту информацию уже от них получать. Ну, так сказать, более конкретно там информацию поработали с ним, чем 1, 2, 3 объекта, что делали, уже на объекте пообщались. Ну, стало уже понятно, более интересно в этот, и, скажем, с каждым годом сложнее и сложнее, интереснее. Здесь был продизайн, и сложность как раз-таки была такая. Надо было в конкретные высоты, в конкретные все эти блестки. Я, конечно, когда его чертил, говорит, и понимал, что это можно сделать. А, внутренности. Да, Иван внутренности уже, получается, подгонял под действующую картинку. Все равно большая помощь проекта готовый. Стоит компьютер, включил каждый ряд, он у тебя уже нарезан, и все. Ну, я имею в виду, что он по размеру, где какой угол отрезан. Здесь вот эти вот сопряжения все какие-то кривые идут. Понятно, они уже конкретно в проекте есть. Уже просто посмотрел, нарисовал, скажем так, вот пилил, все поставил. Вот здесь вот за счет этого проще, быстрее уже, голову не приходится ломать по рядам. Здесь вот за счет этого вроде скорость маленько побольше. Я думаю, что это второй объект посмотрели, и он тоже показательное взаимодействие, коллаборации. Поедем дальше. Сегодня или завтра у нас еще предстоит несколько объектов на Байкадо. Сейчас съездим на, как называется место? Заречья. Заречья. Там тоже выполнялись объекты. Посмотрим. Иван, тебе успехов во взаимодействии, чтобы у вас все получалось, чтобы уже так же прославляло ключное дело. Развивайтесь, работайте. Ну а мы дальше поедем.